Вы знаете, вот кто-то начитался какой-то из них, я даже знаю, откуда эта хуспа пошла, что какие-то битвы за власть идут там, то ли кто-то заказал особяшку, то ли, не знаю. Ну, дело в том, что люди отказываются, по-моему, поднять одну простую вещь, поэтому я не советовал почитать Петерима Сорокина, что есть процесс вырождения элиты, можете почитать еще и халдуна по этому поводу, васаби, он их называл васаби, смерть зарождения и смерть васаби. Почитайте, там все описано, ну, несколько веков назад, правда, там изучали зверушек пустынных, но у нас, в общем, по уровню, скажем так, развития интеллекта, наша элита мало от них отличается, только там очень любят большие белые Мерседесы, а у нас черные, вся разница. Ну, вырождение элит происходит, понимаете? Поэтому кто что делает, как делает, здесь нужно разбираться, скажем так, не используя средства какого-то анализа, например, да, ну, здесь должны работать наркологи, психиатры, причем профессиональные, да. Я вам объясню свою точку зрения, это, есть такой синдром Даннинга-Крюгера, да, когда человек настолько некомпетентен, что не в силах осознать некомпетентность. Конкретный пример. Собянин тут недавно выступал и говорил, что, так, по большому секрету, я вам скажу ужасные цифры, возможно, в Москве заражено китайской чумкой до 2% населения. Поэтому мы будем продолжать карантин дальше и убивать экономику будем продолжать дальше. Я вот сидел и думал, вот, ну, вот, 4 месяца в этой клоаке, которая называется Москва, да, ну, если отбросить все эти блески, декорации, по большому счету, это клоакань, которая, огромное количество гастарбайтеров, несколько миллионов, которых никто не контролирует, никакого медицинского обслуживания не проходит, живут скучно в местах антисанитарии и тому подобное, например, да, они потом все садятся в общественный транспорт и ездят по городу. Так вот, за 4 месяца, да, вот этой вот эпидемии чумки страшной китайской, которую убивают на лету, в Москве, значит, заразилось 2%. То есть, ради заражения 2%, причем из них, наверное, еще процентов 20 или 15 все умерло. Вот ради этого ты убил экономику Москвы, да, в общем-то, и всей страны своими дурацкими мерами, он же председатель, начальник штаба, а сколько людей погибнет, и уже вот статистика есть, кстати, сколько людей гибнет дополнительно от невозможности получить медицинскую помощь, стресса, всего остального. А сколько гибнет, вот, пожалуйста, вот эти дураки, даже не дураки, дебилы из Financial Times, из Блумберга, они докопались бы у несчастного нашего правительства, что эти сволочи якобы занижают смертность чуть ли не на 70-80% от китайской чумки. Как они-то обосновывают свою клейм, что, ну, смотрите, у вас же смертность увеличилась, отличилась от коронавируса этого страшного, у вас вообще какой-то смешной процент умирает, что-то там ниже, чем от вируса, ниже, чем от дриппа. Да ёпт. Ну, это вам нужно завышать на Западе смертность, а в России, в общем, хотя тоже полезно бы завысить, но почему-то не завышают. Да потому что люди умирают от того, что не могут вольно получить медицинскую помощь, потому что эти недоумки всё перевели на борьбу с этой чумкой, от которой никто не умирает вообще практически. Ну, где статистику-то уже набрали по миру, посмотрите. Это даже не грипп, это как ОРВИ какое-то сезонное. И что? Но мы будем продолжать меры карантина. Ну, вот как вот потом пытаться использовать логику, какой-то здравый смысл, чтобы анализировать их действия, когда любой человек с полутора даже извилинных, не будем говорить про две, это большая редкость, полутора, полторы извилинных, там маленькая часть неокортекса активна, малюсик этот, который ближе всего к лимбической системе, ну, он же должен посмотреть на смертность, сколько заражено за 4 месяца уже, пройти 4 месяца, и сопоставить это с тем экономическим ущербом и уроном, который он нанесён, и сопоставить с теми данными по резко выросшей смертности по другим причинам, а не от коронавируса, по тем причинам, которые являются прямым следствием действий властей. И сказать, ёпт твою мать, ребята, мы были неправы, всё, отрабатываем назад, нет же, они же ещё сейчас онлайн-образование, каждая пупка и писька из каждой дырки нам говорит о том, что жизнь теперь будет другой, после этой страшной эпидемии. Вот сидишь на них и смотришь, ребята ещё в себе, или вы когда в последний раз в себе были? Уже 4 месяца, уже даже 5 месяцев по миру накоплен огромный массив данных, которые при анализе, в общем, показывают, что вы чё, сбрендели, что ли? Это был просто массовый психоз, эпидемия массового психоза, а не какая-то страшная чумка. Тем не менее, мы продолжаем, как обычно, убивать людей, просто лишив их возможности получать медицинскую помощь и просто нормально питаться и нормально существовать. Ну, поэтому вопрос ещё раз не ко мне, это вот психиатрам и наркологам, по большому счёту. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожал aloud. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Продолжение следует...